так ребята всем привет ну обещал вам регулярные видео да ну будем значит снимать сейчас особо прям чего-то такого супер-пупер интересного я не знаю даже чем показать потому что 5 дней в неделю у меня вот тут вот вот работа точу цилиндры для вас цилиндры коленвалы можно сейчас у меня вот готов цилиндр от мопеда пилот это российский такой интересный был мопед трехскоростной с лепестковым клапаном как раз на закате завода zid делали такую вот копию копию иностранного двигателя вот значит сейчас все ставят сюда но есть конечно это понял какие-то и мой это motomarini кто-то ставит marini поршни сюда покупает импортные но есть еще вот подходит вот такие поршни от honda dilu можно поставить стандартный диаметр здесь 38 миллиметров эти поршня на 40 ну грубо говоря четвертый ремонт но тут еще как бы гильза толстая поэтому можно можно еще и точить под хондовские ремонтные поршни это оригинальный японский поршень один у меня вот он оставался больше нету не спрашивайте фирма ekip это очень известная японская фирма которая поставляет поршня практически на все японские автомобили на внутренний рынок может и на внешний я как-то пытался вот найти название этой фирме ekip вот посмотрите надпись вот пытался найти и очень тяжело она ищется потому что она особо себя не афиширует это большое предприятие я нашел конце концов большое предприятие которое делает поршня вот заказывал сам лично с японии то есть как бы это вот оригинальное японское качество японские поршни хорошие качественные поршневые колечки тема проверена если вам попадутся такие поршни это очень-очень они очень хорошие так значит смотрите замеряем поршень он у нас 5 соток в минусе на тепловой зазор все как положено у японцев разночтение не бывает вот трещоточкой подкручиваю показывает 45 это 5 соток в минусе вот то есть 0 это вот как раз диаметр цилиндра дальше замеряем цилиндр я ставлю 0 потому что я показывать вам буду не зазор а фактически диаметр цилиндра он должен быть у нас ровно 40 то есть поршень 39 95 цилиндр должен быть ровно 40 миллиметров можно там плюс сотка там проток не в минус в минус ни в коем случае так значит выставляем на 0 выставляемся на 0 на нутромере я считаю так неудобно все это тут выставляется в руках поймать сложно так чуть-чуть об так показываю вот 0 и показываю 0 надеюсь вам видно 0 дальше выше там где окна 0 дальше 0 так теперь вот так вот перпендикулярно 0 дальше 0 еще дальше 0 то есть диаметр цилиндра видите что погрешность есть немножко погрешность там буквально в пределах полу соточки что-то там куда то есть плюс но даже сотки нету то есть геометрических погрешность и у этого цилиндра нету если мы поставим сейчас сюда новое поршневое кольцо японское ну как мы тут не пытаемся ничего мы тут не увидим никаких просветов нету кольцо стоит идеально вот и я гарантирую что это кольцо притрется и будет отличная компрессия хорошая ханинговка все тут сделано как положено никаких напильников гладенько цилиндр блестящий так что еще можно посмотреть зазор в кольце сейчас я вам покажу значит когда у нас цилиндр диаметр цилиндра выбран правильно да то соответственно и зазор в кольце у нас должен быть правильный так берем щуп 020 и вставляем его в зазор 020 все хорошо плотненько заходит по хондовским мануалам зазор в кольце должен быть от 0.15 до 0.35 то есть у нас прям вот четко золотая середина поршень тут ходит легко свободно потому что зазор у нас 5 соток естественно он нигде здесь не цепляется и что не задерживается смотрите показываю легко проходит везде естественно как бы геометрия цилиндра у нас ровная поэтому нигде он здесь не должен если у вас растут в расточном цилиндре поршень начинает где-то закусывать это значит что у него есть какая-то погрешность геометрия здесь все четко так что правильная обкатка на ходу и я уверен что это поршневая будет радовать своего хозяина долгой и надежной работой как-то я рассказывал я поставил такой вот японский поршень хондовский на мопед симпсон и только спустя 12 лет мне позвонил хозяин мопеда там уж такой пожилой человек и поблагодарил сказал что в 12 лет он на этом симпсоне катается и все все нормально все работает и мопед радует главное здесь не проморгать воздушный фильтр потому что в общем то все зависит от воздушного фильтра если вы его не будете чистить или у вас порвался патрубок а вы его проморгали то конечно никакой супер-пупер японский поршень будь он три раза позолоченной или покрытой платиной он вас не спасет кварцевый песок делает свое гиблое дело все сжирает так что вот так ребята поршневая поехала поедет к своему хозяину там еще каленвал надо будет сделать вот так что вот так на этом пока все надеюсь что чего-нибудь наверное может быть полезного вам рассказал показал кто хочет такую же поршневую пишите звоните будет и у вас качество с поршнями только не сами ищите и у меня к сожалению больше пока нету и где брать я даже особо и не знаю все я вам спасибо до новых встреч пока